При посадке озимого чеснока осенью нужно учесть несколько важных нюансов. Во-первых, применить знания о грамотном севообороте. Это значит сажать на месте подходящих предшественников, то есть способствующих благополучному росту чеснока. Ими являются следующие культуры – бобовые, томаты, болгарский перец, огурцы, капуста, тыква и кабачки. А вот после каких культур точно не стоит сажать чеснок? После лука или чеснока, картофелей, баклажанов, моркови и свеклы. Новички, которые первый раз сажают чеснок, как правило, отбирают для этого не самые крупные чесночины, оставляя их на употребление. Сажают, получаются самые мелкие зубчики. В итоге каждый раз урожай становится все мельче и мельче. Если не хотите бедный урожай чеснока, то оставляйте хотя бы половину крупных зубчиков на посадку, а половину на еду. Еще есть нюанс с подкормкой подзимнего чеснока осенью. Вместе с органическими удобрениями надо постараться не вносить азот. Особенно плохой помощью чесноку осенью будет навоз. Он простимулирует рост зелени перед зимой, и чеснок, не успев дорастить подземную часть, корневую систему будет расти некрупным и рыхлым. Для подкормки лучше сыпать залу и сажать сидераты до или вместе с посадкой чеснока, такие, которые минимально содержат азот в своей зеленой массе и корнях, чтобы не попасть в эту ловушку. По сравнению с бобовыми сидератами, например, масличная редька содержит меньше азота. Грамотно сажайте чеснок и пусть урожай вас радует и вдохновляют на новые свершения.